Верно ли, что Царствие Небесное дается только тому, кто его ищет? Я не Господь Бога Иисус Христос, оставим ему допуск в Царствие Небесное тех, кому он сочтет нужным, но у нас же есть Священное Писание, Божественное Откровение, и Бог для нас что-то важное открыл. Когда Никодим, ученик Тайны Христа, беседовал с ним, Господь говорил, что если ты хочешь войти в Царствие Небесное, нужно родиться от воды и духа, то есть нужно креститься. Мы также слышали от Бога, что когда Он посылал апостолов на проповедь, Он говорил, что кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать и креститься, осужден будет. Мы слышали от Бога о том, что Он есть дверь, путь, истина и жизнь, только через Него можно в это Царствие Небесное войти. Многих людей смущают, ну а как же там китайцы, которые Бога не знали, или бегные негры в Африке, не знаю, Господь их будет сам судить. Из рассуждения апостола Павла мы знаем, что если человек не знал, то с него и спрос меньше, а если знал, с него спрос больше. Так или иначе, Христос, когда ходил, звал людей в Царствие Небесное. Если вам кажется, что пришествие Христа для этого не было нужным, и в Царствие Небесное люди попадали как-то без Него автоматом, отнюдь нет. Мы знаем, что до пришествия Христа все люди попадали в ад, просто праведники не так мучились там, как грешники, и ждали пришествия Христа, когда же Он их вытянет оттуда. Если мы взглянем на икону Воскресения Христова, мы видим, как Господь вытягивает как раз праведников из ада и вводит их в рай. Поэтому без Христа, скорее всего, в Царствие Небесное мы не попадем. Так что, если вы уже смотрите этот ролик, наверное, вы что-то знаете о христианстве, с вас спрос больше. Меньше переживайте за людей, которые Христа не знают, больше заботитесь о своей душе и идите путем православия. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok